Итак, народ, хочу продемонстрировать вам свою просто супер неистово, безумную систему охлаждения. Я сейчас видео второй раз снимаю, когда смотрел. В прошлый раз здесь было 22,4, эта температура, получается, на кухне. Вот, в кабине было 22,8, но мы сейчас чуть позже посмотрим. Система, не знаю, минуту, может, пока работает. Короче, это супер адский, лютый, долбанутый, короче, мобильный кондиционер. На него намотан мусорный пакет. Мусорный пакет идет в гопрированный воздуховод, он идет в отверстие в крыше. Два вентилятора еще в самой крыше небольших компьютерных дуют воздух вниз. Вот отсюда чувствуется, что воздух уже выходит. А с другой стороны он выходит еще лучше, потому что там снизу просто есть вентилятор маленький, который сделан в качестве, он мигает, видите, сделан в качестве вытяжки такой дополнительной. Ну, то есть она с той стороны, потому что у меня здесь, типа, теплый монитор, там, ноут, камера, ну и так далее. Вот, сейчас, короче, закроем кабину и подождем, посмотрим по приколу, что будет. Я вам пока покажу, короче, наружную часть. Здесь, ну, собственно, теплый воздух, тепло, вернее, там, от компрессора, еще чего-то. То есть его кондиционеру куда-то надо выбрасывать. По сути он, как бы, вот здесь засасывает воздух в себя и просто холодное дает туда, и теплый куда-то выбрасывает из комнаты. Вот, соответственно, здесь вот так вот долбануто все приколхожено просто лентами, плюс вот этой штукой от самого кондера, чтобы ничего, ну, просто не проходило в комнату обратно. И теплый воздух просто сваливает на балконе, на балконе старе. У нас, кстати, нихера себе показывает уже, типа, почти 20 градусов, при том, что здесь открыто окно, на улице 10 градусов сейчас, то есть еще это не лето. Но отсюда, я, типа, замерял здесь, там, градусов 30, наверное, то есть прям теплый воздух отсюда идет. Если вот так вот даже подождать немного, вот, допустим, просто оставить этот градусник, подождать, на нем чуть ли не это не будет заметно, ну, чуть ли не ИРЛ, видите, где-то добавляется температура. Вот, короче, окно открыто, дальнее, но я вам не буду его показывать, там вид из окна видно просто. Вот, для того, чтобы, ну, вы поняли, воздух здесь идет, здесь создается давление, просто вот эти все ленты могут обратно, как бы, там, пойти, жопиться, и, типа, воздух будет пытаться вернуться обратно в комнату здесь под давлением, если ты открыл балкон, а так он будет, как бы, рассеиваться на улицу. Так что окно должно быть открыто, вот, это и для целостности системы, и для, в общем-то, эффективности ее, типа, воздух должен выходить. Ну, естественно, по идее он должен как-то попадать еще сюда на кухню, ну, типа, я думаю, он оттуда откуда-нибудь как-нибудь сюда затянется в любом случае, если здесь вдруг будет давление, не знаю, там, отрицательное из-за того, что вот эта штука воздух выгоняет все время туда, куда-то. Ну, типа, короче, пофигу, оно пассивно все сделается, и это ничего страшного. Пошумливает сам пакет немного, но его, типа, там, вот заскочить можно в нужных местах, просто мне это сделать немножко оказалось впадлу, вот. Ну, потому что в целом насрать, это просто кухня, и здесь все равно, кроме меня, никто времени много особо не проводит. Вот. Короче, и, ну, тут, конечно, фактор чего, что, наверное, сейчас, зараза, залепись. Ну, во-первых, это такой себе колхоз все равно, долбанутый. Во-вторых, в самой кабине. Вот ты заходишь. Ну, во-первых, здесь уже чувствуется... Блин, здесь 22,5 показывает, но чувствуется холод прям жесткий, если честно. То есть вот оттуда, через эти отверстия, плюс еще дополнительно эти вентиляторы хреначат. Блин, даже с сидящим мной в кабине получалось 18 сделать, типа, на минимальной температуре. Ну, видите, падает все равно, короче, прям активно падает температура, и в целом здесь уже ощущается прохлада. Но легкий такой, как бы, я не знаю, насколько он запишется на микрофон, но, короче, легкий низкочастотный шум внутри кабины слышно. По идее, на стриме мне абсолютно пофигу. Мне главное комфортно, прохладно сидеть просто много времени. Вот. Но, ну, как бы, вот, по идее, для того, чтобы шум, соответственно, чтобы, не знаю, внутри кабины были идеальные акустические условия, в теории надо еще как-то это, там, дорабатывать, для того, чтобы шумную часть, не знаю, вынести вообще как-то по-другому. Но в теории и так балдеж. То есть я просто купил настолько мощное устройство, чтобы, ну, типа, гравитацию обмануть, и чтобы холодный воздух шел сверху, и теплый, просто под давлением, плюс легкая вытяжка в помощь, просто весь шел вниз, и, соответственно, ну, типа, вот, вместо того, чтобы все сделать по-человечески, все равно решил сделать, как мне хочется, пусть и через жопу. Ну, блин, я не хочу, чтобы у меня было холодно очень ногам, и при этом так тепленько лицу. Лучше мне будет прям прохладно рожа, а ноги будут в относительно, ну, типа, тепле. И все. Короче, вот такой прикол. Просто разница, да, типа, внутри кабины и здесь. То есть все равно, ну, довольно сильная изоляция. О, еще падает. Он еще будет, но я сейчас выключу, потому что мне, в принципе, пока не нужна кабинка. Но, типа, там, если минималку сделать, ну, вот сколько показывает 18, столько и будет давать. То есть я раньше, чтобы, ну, думал, вдруг, типа, что-то говяное там произойдет, натягивал не полностью, а чтобы часть воздуха холодного выходила в комнату в эту. И, типа, не весь воздух шел в будку. Из-за этого даже на максимальной мощности, типа, эффективность именно внутри кабины была не такая жесткая. Я, короче, забил на это хер, подумал, ну, блин, ладно, сломается починю или еще что-нибудь придумаем. С этим кондером, лишь бы кайфово было. Все сделал, короче, максимально четко. Там почти все, почти весь воздух теперь прям максимально эффективно идет чисто вот туда. Прям под адским давлением ко мне задувается. И реально, вот я ставлю на нем 18, у меня в кабине будет 19. Ставлю на нем, там, 22, в кабине будет 23. То есть, там, потеря, грубо говоря, один градус. И в целом это более чем балдеж. Короче, вот просто радуюсь, показываю вам, как у меня теперь все долбануто устроено. Надеюсь, было интересно. Продолжение следует...